Через месяц Верховная Рада вынесет на обсуждение законопроект о медиа. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Дом рассказал глава профильного комитета Никита Патураев. По его словам, это станет логическим продолжением решения СНБО о применении санкций против Тараса Козака, народного депутата от ОПЗЖ, и как следствие закрытия трех принадлежащих ему телеканалов. Как новый закон поможет противостоять кремлевской пропаганде в нашем материале? Решение СНБО полностью не защитит украинское медиапространство. Так считает глава профильного комитета Верховной Рады Никита Патураев. Следующий шаг – закон о медиа. Девятый раздел временный, как мы надеемся все, конечно же, потому что он только наперед российской агрессии. Там так и написано, что только наперед российской агрессии. Этот девятый раздел связан тоже с очевидными совершенно вещами. То есть мы категорически против того, чтобы в медиа отрицалась российская агрессия против Украины. Мы против того, чтобы война России против Украины выдавалась за якобы гражданскую войну. Мы против адвокации террористов, наемников Российской Федерации. То есть вот там эти вещи достаточно понятно и четко выписаны. В профильном министерстве также планируют повысить медиаграмотность украинцев. В наших планах достаточно много мероприятий. Мы неоднократно упоминали о большой программе по медиаграмотности, которую мы как раз недавно запустили. Мы уверены, что нужно не только противодействовать через санкции закрытия, но и очень важным компонентом является сделать так, чтобы люди умели сами различать, где дезинформация, где манипулирование и понимали, как работает медиа, какую информацию они употребляют. Удивлен структурой собственности украинских телеканалов глава представительства ЕС в Украине Матима Асикас. Он считает важным оказание поддержки общественным вещателям со стороны Европейского Союза. Информация, дезинформация, фейковые новины распространяются очень быстро. И если люди перестанут всему доверять, они начнут верить в любое. И уже было доказано, что страны с лучшими урядами, с лучшим вредением, и там, где доверия до институций существует, краще реагировали на такие выклики. Представители Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины готовы выслушать аргументы владельцев телеканалов, на которые наложены санкции. Следующие этапы должны быть, возможно, там судебные какие-то заседания, доказательства, какие-то дополнительные факты. Но действительно очень странно, что вместо того, чтобы четко выступить с позиции, что вот смотрите, нам говорят, что мы там нарушили то-то и то-то, а на самом деле нет. Вот прозрачное финансирование, вот откуда мы берем деньги, вот все документы, вот бенефициары нашего телевизионного канала. Вот такого заявления, к сожалению, нет. Зато есть заявление о том, что это наступление на свободу слова. Напомним, президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов 112 Украина, Ньюсбан, ЗИК, их владельца, народного депутата ОТО ПЗЖ Тараса Казака. Санкции, среди прочего, предусматривает аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание этих каналов было прекращено. Наталья Тугузова, Киев, твой дом.